В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Еще 100 миллионов для сдачи в эксплуатацию стадиона «Динамо». Премьер провел выездное совещание. Прерогатива местной продукции. Члены комиссии по инвест-программе посетили несколько предприятий. Вдоль путей мусор и скот. Результаты инспекции железной дороги. Более 100 миллионов рублей понадобится для сдачи в эксплуатацию сухомского стадиона «Динамо». Именно такая сумма была озвучена специалистами в ходе выездного совещания, которое провел премьер-министр Абхазии Артур Микваби с руководителями строительных организаций. 28 мая на этом спортивном поле планируется проведение чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА. До этого нужно устранить все недоделки и подготовить спортивный объект. В выездном совещании также приняли участие мэр Сухума Адгур Харазия и начальник коммунального управления столицы Елена Атёпина. Репортаж Елена Лолуа. Премьер-министр обошел вестибюль, блок раздевалок с душевыми, санузлами, тренерскими комнатами. Заглянул в подсобные и технические помещения. Уведенным премьер остался недоволен. Стадион, где 28 мая будет проходить церемония открытия чемпионата мира среди национальных футбольных команд, не входящих в ФИФА, не готов к официальному открытию. По подсчетам строителей, на устранение всех недоделок внутри спортивного объекта понадобится около 15 миллионов рублей. Чего не хватает, спросил глава правительства. В здании предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, однако в котельной нет двух котлов, как нет и насосов для воды. Также нужно завершить установку электрооборудования и вентиляционной системы. По электричеству не все доделано. Что именно? Ну, где-то свет не горит, вот здесь плафоны не повешены. Насос у нас воду не качает при отключении, его потому что нету, там два насоса должны стоять. А где они? Они должны стоять. Они стояли? Нет, они не стояли. Не хватает двух насосов, чтобы обеспечить что? Чтобы обеспечить подачу воды в помещение. А еще? Пожарная безопасность-то как обеспечивается у вас? Пожарная безопасность. Это связано с этим? Тоже связано, конечно. В год на эксплуатацию этого крупного спортивного сооружения из бюджета выделяется 1 миллион 700 тысяч рублей. Но этих денег хватает лишь на самое необходимое. Практически везде на стенах образовалась плесень. Пример спросил у строителей, в чем причины. По своей производительности вытяжка на следующий момент не соответствует тем помещениям, которым должна она проведена. Как мы же построили лучший стадион в мире. И не могли рассчитать вытяжку. Как оказалось, не хватает не только сантехники. Нужно отремонтировать деревянную обшивку в технических помещениях. А еще предусмотреть затраты на установку системы автоматического полива футбольного поля с искусственным покрытием. И закупить блок управления для работы электронного табло. Освещение сделано? Освещение работает. В футбольном поле? Табло не работает. В футбольном поле освещение работает. Нету блока управления с программой. А это вы считали, сколько стоит? Да. Сколько стоит? Сам блок порядка 150 тысяч. Но и это еще не все. В результате строительных работ и подъезда большегрузов были повреждены канализационные колодцы вокруг стадиона. Строители провели ливневку вдоль стадиона, а дальше бросили, рассказывает Елена Тепина. На благоустройство территории вокруг стадиона и прилегающих улиц потребуются немалые деньги. Это и асфальтирование дорог, и ремонт канализационной системы, и монтаж уличного освещения. Городские коммуникации, которые и так были изношены, они получают дополнительную нагрузку, они не отремонтированы. У нас по всей Абазинской с двух сторон идет ливневка. Причина. Почему ливневка пришла негодность? Из-за того, что вы сказали, здесь ездили непонятно кто и как? Разрушили, разрушили, плюс сейчас еще дополнительная нагрузка. Городу нужно было решить эту проблему. Был договор с Матуа из Южной строительной компании. Был проект, это на ремонт ливневки. Он получил аванс 980 тысяч и больше работу никакую не выполнил. Работы по строительству столичного стадиона общей вместимостью 4300 посадочных мест были начаты в 2012 году. Строительство вела Южная строительная компания. На возведение стадиона было затрачено более 650 миллионов рублей российской финансовой помощи. Понадобится еще порядка 100 миллионов рублей бюджетных денег на доведение до ума этого спортивного объекта и примыкающей к нему территории. Мы сейчас этот стадион должны привести в порядок. У меня один вопрос ко всем. Стадион, улицу, которая разбита. Почему мы это должны сделать за счет налогоплательщиков нашей страны? Мы сделаем ее. Но это было предусмотрено в комплексном плане. Надо было его тогда делать. Сейчас мне рассказывают, потому что там не предусматривались очень много вопросов в проекте. А экспертизу проект не проходил? Что это за такой подход? Ну, что я могу вам сказать, уважаемые граждане Республики Абхазии? За ваш счет я буду восстанавливать. Это не мой собственный счет. Это то, что поступает в бюджет. При этом все работы необходимо выполнить в срок. До начала чемпионата мира по футболу по версии Конифа осталось почти три месяца. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Госкомпания Пснаргылара начала ремонт на восстановительные работы на 11-м километре дороги Псо-Ингур. Подразделением компании фирмой Абхаз Берегозащита выполняются земляные работы. В частности, подготавливается котлован для сдерживающих конструкций. Все работы займут около 20 дней. Их сметная стоимость более 2 миллионов рублей. Военнослужащий пограничного отряда СГБ Абхазии Зосхан Царгуш погиб, сорвавшись со скалы в Кадурском ущелье в районе села Птыш, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Практически сутки на месте трагедии работал горно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям. К поискам были привлечены и военнослужащие СГБ Абхазии. Сообщение о произошедшем в МЧС поступило 23 февраля примерно в 12 часов 30 минут. В тот же день был совершен облет предполагаемого места происшествия, который не дал результатов. Согласно поступившей информации, двое солдат-срочников, служивших на погранзаставе, пропали после полудня при исполнении служебных обязанностей. На следующий день стало известно, что рядовой Царгуш 1992 года рождения сорвался с 300-метровой скалы. 24-летний рядовой Заранди, бывший вместе с ним, не пострадал. К вечеру тело Зосхана Царгуш было поднято со дня обрыва и передано родственникам. Представители комиссии по реализации инвестиционной программы в Абхазии посетили несколько предприятий производителей собственной продукции. Члены комиссии проверяли производственный потенциал предприятий, их ресурсы и возможности. Подробности в репортаже Белы Кварчия. Государственное предприятие Абхаз Берегозащита – первый объект, который посетила комиссия. Сегодня в арсенале предприятия более 60 единиц механизированной техники, завод металлоконструкции, а также растворобетонный узел. Изготавливаем металлоконструкции, бетон, железобетонные изделия, изготавливаем, выполняем работы бетонные, именно по бетону любой сложности. Помимо этого, занимаемся земельными работами. Предприятие испытывает трудности с заказами. Чтобы осуществлять текущий ремонт техники и платить заработную плату коллективу в 100 человек, предприятие принимает частные заказы. Госзаказ на строительство опорной стены – это один из лотов проводимого тендера. Позволит предприятию выйти на новый уровень развития, считают здесь. Стоит задача сохранить организацию, потому что сложно сегодня. Вот Министерство экономики выставило на конкурс несколько лотов. Будем участвовать, добиваться того, что там есть объекты непосредственно по нашей работе, это подпорные стены. Будем принимать участие и добиваться, чтобы этот лот достался нам. Фирма Монблан Абхазия – еще один объект, претендующий на участие в инвест-программе. Здесь производят стеклопакеты и механизмы замены оконных конструкций. Один из руководителей предприятия, француз по национальности Жан-Марк Данто, считает, что условия для развития бизнеса в Абхазии вполне приемлемы. Я бы сказал, что у нас хороший потенциал. Почему? Потому что если сравнить с Европой, на данный момент там все уже делается. И никто не имеет возможности просто даже внедрить в какое-то производство. Когда у нас все до сих пор нужно делать, и даже с маленьким объемом финансов мы имеем возможности что-то начинать и развиваться. Сырье для предприятия поставляется из России. Это крупнейший производитель ПВХ-профиля Монблан Кавказ, расположенный в Пятигорске, и фирма из Германии, производитель фурнитуры. Процесс производства окон здесь полностью компьютеризирован. С прошлого года на фирме начали производство беседочно-верандных конструкций, а также развивается направление по производству и обслуживанию бассейнов. Качество продукции, уверяют здесь, соответствует мировым стандартам. Участие в инвест-программе республики дает шанс повысить конкурентноспособность предприятия по отношению к иностранным фирмам. Будем участвовать в тендере по школе, детские сады, потому что это, конечно, очень нужно стимулировать местное производство. Мы полностью все можем здесь произвести на высшем уровне, по цене конкурентноспособности от других производителей из России. И очень нужно, чтобы были возможности наши местные производители участвовать в этих тендерах. Это очень важный момент. Еще одно предприятие – производитель собственной и, что важно, конкурентноспособной продукции. Завод по производству труб в Гудавудском районе. Предприятие прошло непростой этап становления, связанных в том числе с поиском инвесторов. В результате около восьми месяцев назад завод приступил к производству собственной продукции. Мы можем выпускать и газовые трубы, и водопроводные трубы. От 20 диаметров, 20 миллиметров, до 450. Мы вторсырье не используем, поэтому у нас даже с Россией специалисты приезжают и смотрят нашу трубу. Они удивляются, что такого качества. Но мы конкурируем с ними, и конкурентоспособная наша труба здесь стоит на несколько рублей ниже, чем там у них на месте. Будем добиваться нашу трубу экспортировать в Россию. На заводе работают более 30 человек. Молодые специалисты прошли обучение в России. Если первую линию на предприятии налаживали сотрудники российской фирмы, то со второй уже наши мастера справились самостоятельно. Мы производим трубы для людей, для государства, чтобы наш народ не ездил в Россию, не оттуда, чтобы трубы не привозили, чтобы здесь было все на месте. В Москву ездили, сначала отправили нас учиться туда. Конечно, нравится. Такой работы, наверное, в Абхазии нету, и от души работаем. Мы все дружны, здесь вместе уже работаем. В дальнейшем, я думаю, все будет хорошо. Мы на это надеемся. Возможности предприятия неплохие. Самый ближайший к Абхазии завод по производству труб находится в Ростове. Положительный момент считают здесь ввозной НДС. Раньше, значит, завозили оттуда самую трубу. Они НДС, то, что я плачу, они не платят. Ну, это самое, могут и договориться. Там без НДС тоже им возвращают НДС, если крупный заказ. Вот в этом мы проигрывали в этом. Правда, заказов пока немного. Завод поставлял трубы для проведения воды в селах Гудаутского района. Сегодня здесь думают об участии в тендере по обеспечению трубами объектов водопроводной системы в республике. Усилия по улучшению инвестиционного климата для предприятий района прилагают и местные власти. Ведем переговоры с разными регионами России и более далеких стран, чтобы возродить экономическое развитие Гудаутского района. Мы сейчас, я думаю, что скоро будем запускать гензавод. Да, уже на стадии переговора, на стадии завершения. Проекты в большинстве, они связаны с сельским хозяйством, с переработкой сельхозпродуктов. То есть они тоже нужны, тоже ждем. Члены комиссии, в составе которых были депутаты парламента и представители Минэкономики Абхазии, подробно интересовались работой предприятий. Оценивали их готовность к участию в тендере и реализации инвестпрограммы в стране. Те предприятия, которые я увидел, они меня, честно говоря, удивили. В хорошем смысле слова удивили. Предприятия конкурентоспособные. Они и по цене, и по качеству. Оборудование у них новейшее. Они способны выполнять и строительные заказы, и строительные работы в соответствии с современными стандартами, принятыми в мире. Поездка инициирована Беслан Константиновичем Цвинаря, депутатом парламента, который уже озвучивал на комиссии, что мы должны все-таки поддержать местного производителя. Это полностью соответствует политике экономической, проводимой президентом Республики Абхазия на подъем экономики, на подъем промышленности. Сегодня в правительстве обдумывают варианты поддержки местного производителя. К примеру, возможно, одним из пунктов контракта на выполнение госзаказа будет обязательство предприятий приобретать продукцию, изготовленную в Абхазии. Балак Варча, Астамур Кожба, Абхазское телевидение.